О беспилотниках, вражеской авиации, потерях оккупационной армии, а также очередной массированной ракетной атаки поговорим со спикером командования Воздушных сил Украины Юрий Игнац сейчас присоединяется к нашему эфиру. Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Юрий, давайте начнем, наверное, сразу же с оперативной обстановки. Расскажите, пожалуйста, что известно о ракетной атаке очередной Российской Федерации на эту минуту? Ну, известно, в принципе, уже всем, что очередная атака российских оккупантов по критической инфраструктуре – это и энергетика, и топливная отрасль. Поэтому противовоздушная оборона в очередной раз справилась с своей работой, то есть уничтожила определенное количество крылатых ракет. В этот раз мы дадим позже чуть информацию, сколько было уничтожено, сколько летело всего. И в этот раз, так же, как и многие предыдущие, противник выпустил фактически из всех носителей, которые у них есть, ракеты – это и морского базирования, ракеты «Калибр» с кораблей, и ракеты воздушного базирования «Х-101Х-555» с бомбардировщиков Ту-95. Также были замечены в небе МИГ-31, носители кинжала, ну, там уточняется, была ли боевая работа. Также было боевое применение Ту-22М3 ракет Х-22. Кроме того, Су-35 работали ракетами Х-59Х-31. Ну, и традиционно С-300 обстреливали территорию при фронтовой зоне. Ну, это типичная атака, типичное утро воюющей страны, поэтому мы должны быть всегда к этому готовы, готовы отразить удар, с чем сегодня успешно справились. Вы сказали, Юрий, что атака по критической инфраструктуре, но в Кривом Роге мы знаем, что ракета попала в жилой дом, и уже известно о двух погибших, и еще проходит разбол завалов. Вероятно, там, как предполагают спасатели, может находиться ребенок. Уже двое маленьких детей с этого дома достали, они с ранениями. То есть, не по критической… Вероятнее всего, да, вероятнее всего, я имел в виду, что по критической инфраструктуре больше всего бьют ракетами, которые Х-101, Х-555 и Калибр, так, и Искандеры могут тоже использоваться. А что касается Кривой Рог и другие, могут быть и другие ракеты, которые Х-22 или С-300, о которых я только что говорил, а там же точность этих ракет абсолютно никакая, когда их применяют с довольно-таки большого расстояния, как для зенитного комплекса. Он же не предназначен для работы по земле, но они его применяют по баллистической траектории. Скажите, вот эта вот траектория, точнее, набор разных ракет и вот этих запусков очень разнообразен, как мне кажется, или это все-таки тот же почерк? Какие-то новшества, скажем так, при обстреле, какое-то изменение тактики Россия сейчас задействовала? Тактика была единственная, что там с Энгельса в этот раз пускали ракеты Х-101, да, это единственное, что да, а так-то в принципе постоянно используются разные средства для того, чтобы наносить удары с разных сторон, чтобы рассредотачивать внимание нашей противовоздушной обороны. Поэтому такая тактика присуща российскому оккупантам. Но что касается АС-300, который бьет, это же не раз уже говорили, что это оружие террора, оружие терроризма, потому что эти ракеты в цель не летят и часто попадают именно в гражданские объекты, в дома. Ну и за это оккупанты должны ответить отдельно. А правда ли, что только на Киев, на Киевскую область, летело около четырех десятков ракет и 37 из них успешно были сбиты? Да, результаты будут уточняться, но именно успешная работа ПВО, да, именно в центральных регионах, воздушное командование, центр, ну, скажем так, столица, это приоритетная цель для врага. Ну и они большинство своих атак, видим, не первый раз уже за крайние два месяца, да, именно летят на столицу. Юрий, президент Владимир Зеленский накануне в своем обращении к саммиту лидеров ЕС призвал государство Евросоюза поставить Украине больше современного вооружения, способного ускорить окончание войны. Я процитирую, мы нуждаемся в большем количестве современных вооружений, в большем объеме поставок. Это касается и ПВО, и ПРО. Я прошу каждую из 27 стран Европейского Союза решить, что конкретно вы можете сделать для увеличения объема поставок ПВО и ПРО, сказал глава государства. Кроме этого, накануне Валерий Залужный тоже заявил и рассказал, что необходимо сейчас армии для того, чтобы выйти на границы 23 февраля. Юрий, скажите, пожалуйста, что сейчас необходимо, вот действительно, какое количество ПВО необходимо нам, чтобы закрыть небо по возможности, по максимальной возможности? Юрий, был перерыв, да, связи. Я спрашиваю, что необходимо сейчас Украине, какое количество ПВО, ПРО для того, чтобы максимально закрыть наше небо от таких атак? Да необходимо очень много тут, ну, озвучивать сейчас даже, ну, не будет некорректно, потому что у нас, ну, к сожалению, на сегодняшний день то, что необходимо в последующем, и то, что необходимо для того, чтобы стать перспективным ПВО на будущее уже так, то есть в такой стране, как наша, это современные системы, АРИС, НАСАМС и, возможно, потенциально уже и Патриот или сам ПТИ, это основные комплексы большого радиуса действия и по высоте, и по дальности, поэтому они должны стать основой, поэтому этого нужно очень много. То же самое касается и зенитных установок, ПВО сухопутных войск, которое должно обновляться. Нужно много. Сегодня мы опираемся все-таки на ПВО, которое у нас есть еще со времен Советского Союза, да, понятно, что это комплексы С-300, БУК-М1, которые сбивают много, но уже все больше и больше появляется все-таки западных систем, которые дополняют ПВО советское, и то, что у нас есть, не хочется говорить советское, оно украинское, да, оно, которое работает по всей территории Украины, поэтому очень надеемся на скорейшие поставки и продвижение в этом плане со стороны стран, которые нас поддерживают. Юрий, спасибо вам большое за этот комментарий. Если у вас будет возможность сегодня еще раз появиться в эфире Freedom, приглашаем вас и будем рады вашим комментариям, для того, чтобы понять и уточнить, какое количество было выпущено ракет России на сегодня. Юрий Игнат, спикер командования Воздушных сил Украины, был с нами в эфире Freedom.